Приветствую Смертные! Я уже играл в эту карту на канале, но вышла новая версия, плюс в тот раз я не прошёл до конца её. Тем более за это время, как я сказал, или не сказал. Вышли обновления, в общем-то, и, разумеется, есть смысл в это сыграть, посмотреть, что в нового внёс автор в это, и сделать полное прохождение этого. Во-первых, мы видим тут новая превьюшка со смыслом. Вот как. Ну, что ж, давайте начнём. Он, правда, рефоржит, всё равно рисует свои крестики там. Это другая история. Команда 2, которая пустая. Странно. Это как-то выглядит. Ну, давайте начинять. Кстати, Blizzard же починили всё-таки одиночный режим. И это было именно у русичей. Классно, Blizzard. Очень здорово. Но всё-таки они его починили, и теперь можно хотя бы в одиночном режиме, спокойно, без проблем, играть. Итак, Kill My Pion. Когда загружено оно будет. Тогда начнём, да. Так, а почему на английском выводят надписи? Кстати, играя с рефоржевской графикой, на самом деле, я забыл ещё отключить. Поэтому будем с ней играть. И заодно посмотрим. Автор заявил, что, как бы, поддержка здесь есть, и проблем нет. Потому что будем смотреть на это дело всё. Что-то не то, по-моему, с эффектом скорости. Чё-то он как-то дико мерцает. А, это из-за того, что я вписался в здание. Это норма. Так, ладно, давайте. Так. Я смотрю, под нашим персонажем ещё какие-то дополнительные иконки появились. Надо посмотреть, что это такое. Так, овечек порубить. Чё, побыстрее нахапать. Давай, давай. О! Показывается область удара. Во как! Так, шо тут у нас? Наверное, это урон и защита. Кстати, это очень удобно, потому что теперь есть прицелы, точнее, его подобие. Классно. Готов вкалывать. Так. Теперь надо аккуратненько убивать овечек. Ау. Да что ж такое, а? Поскорее увеличить свой урон в два раза. Да убей ты её! Да что такое, а? В целом, по-моему, немного не попадает. Или я кривой? Да что ты делаешь? Боты, боты, боты. Блин. Да, рефоржевских овец тяжелее убить, чем классических. Эти какие-то худые. Кстати, конечно, странно немного, что... Да что ты творишь, идиот? Бот. Блин. Ну, так тебе и надо. Ну, такие же. Е-е-е-е. Всё, погнали. Нам надо отхиляться, получить дополнительный реген. Теперь у нас ещё и урон есть. Надо овец повзрывать. Сорок штук. Кстати, хорошо бы знать, что значит 50 единиц защиты. Это 50 урона блоки. О! Мурлык теперь выходит из клетки. Так. Так. Больше контента. Это круто. Кстати, вам, наверное, очень интересно, почему я в здание хожу, так сказать. Хотя всё дело в том, что таким образом набираются необходимые метры для ускорения. Поэтому имеет смысл, когда вы стоите на месте, зажать кнопку ходьбы. Ну, так, чтобы персонаж с места не сдвигался. И накапливать, соответственно, необходимые единицы. Чтобы потом бегать. Опять мурлык. Кстати, там какой-то Таурен ещё сидит. Что это? Интересно. Так, так, так. Надо раскалить свою кирку до красна. Да, вот это и делает училочка, калёная кирка. Точнее, так её можно получить. У меня теперь урон 21. А ты чё, с уровнем повышается, что ли? Да иди ж сюда, а. Я хочу кодой, если. Где там священный кодой? Блин, как же тяжело к ним подобраться, а. Либо это рефоржевская проблема. Либо автор сделал, чтобы всё было сложнее. Я не осуждаю за это, конечно. Пока что. На базу союзников напали. Готов вкалывать. Такс. Что там у нас вообще? А где ачивка, дающаяся за починку зданий? А, вот она. Так, ещё немного осталось. И вот тогда всё будет чётко. Ну, сорвись уже, овца. Так, сколько там? Давай, давай, давай. Потыкай здания. Я хочу их починить. Всё. О! С перезарядочкой теперь. Да, это, кстати, хорошее решение. Потому что на каждом ударе срабатывало ещё в прошлой версии или позапрошлой. Всего 10,5 урона. А раньше было больше. Не, ну такой нерф я не одобряю. КД было достаточно добавить. Типичное зацикливание звука. Близзард, Близзард. Ну, с другой стороны, теперь наша карта стала сложнее в прохождении. Возможно, это даже к плюсу. На базу союзников напали. Ну, ещё и кастуется именно... Именно в точку, куда ты вдарил. Так, короче, тут какой-то Таурен. Дядя Таурен. Держите оборону! Защищайте ходу! О-о-о-о! Да-да-да-да-да-да-да-да! Надо было сюда классическую версию вставить, потому что было вообще круто. Походу, я труп. Готов вкалывать! Да-да-да-да-да. Я думал, урона хоть у нас побольше будет. А теперь что-то вообще... А-а-а! Походу, эта штука носит половину от твоего текущего урона. Туше 10 с половиной. Не просто так. Знаете, чё ещё не хватает? Опыт вывести на экран. Было бы круто. На базу союзников напали! А то непонятно, когда твой третий уровень, допустим, наступит. Так, ну чё там? Сколько нам ещё держать оборону? На базу союзников напали! Держите оборону! Защищайте ходу! Чё встал? Давай держать оборону. Не? Не хочешь? Ну, как хочешь, я сам буду держать оборону. Лизардом, чё-то надо сделать с этим дурацким зацикливанием. Теперь Амша Кодой опять сам не может дойти до места назначения. Его надо направить. Ну, вперёд, Кодой! Ай! Блин. Кодов вкалывать! Ну, бери же ты это дерево. Коды и Коды, походу, урон тоже получает. Ну, типа всё. Кодой наш. Так, надо получить немного урона. Бери. Немного, я сказал, урона, а не много. Немножечко урона. Теперь отхилится. Всё, у нас есть тригенчик. Пошли волчар убивать. Пять волчар убитых нам дают своего волчару, который тоже ходит и грызёт всех. В чём ходит так, что где угодно он может быть. Ну, тот регент спасает определённо. На базу союзников напали. Короче, надо скорее сферу добывать, чтобы урона больше было. Не надо тележку добыть. Она, по идее, в лагере людей есть, если ничего не изменилось с тех пор. Всё, теперь у нас есть собственный спутник. Поймайте, счётом камни големов. Теперь это так надо сделать. Это тяжелее. Ну ладно, пошли поймаем. Так, сколько камней я поймал по итогу. На базу союзников напали. Где этот щит, а? Два камешка. Надо ещё три поймать как-то. А ты кто? Ничто, что это камни для нашей битвы. Тинник. Есть. Есть. Ну, кидай камень. Есть. Так, круто. На базу союзников напали. Готов скалывать. Теперь надо дерево с поводом здоровья донести. Так, ну что это за секретная битва. А базу союзников напали. У-у-у-у. Чё-то сразу много големов пора... ...дилось-то. Сколько тебе ещё надо? Ух ты. А как с тобой драться-то? А? Охренеть. Понятно. Без сферы сюда лучше не соваться. Не потянем её. Тупо. Ааа, я понял. Щит это в процентном соотношении сколько... Короче, он блокирует урона. Ясно. Слушайте, мы можем пережить теорию эту атаку? Волк выдержит всё. Точнее... Убьёт этого тени. Ай. Чёрт. Я не могу двигаться. Не доглядел. Если я приду, битва начнётся по новой. Или мы уже всё, шансы профукали. А не, смотрите-ка. Блин, он толкает меня. Короче, понятно. Завал ещё, причём... Готов калывать. Разрушить нельзя. Ну, хорошо, хорошо. Это даже интересно, на самом деле. Это круто. Тут в госбатл добавился. Мне такое по нраву. На базу союзников напали. Я ожидал больше калывать. Но, тем не менее, это, на самом деле, прикольно. Что тут такое госбатл? Ну, я всё. Побольше их надо. Ну, и каких-то наград тоже. Скоро у меня 200% мовспида будет. Так, пойду сферу лучше добуду тогда. Ну, это было просто. Крутые чуваки. И урон у нас в 5 раз больше. Получается, 125 урона мы больше. На базу союзников напали. Так, неплохо было бы писать, что мы что-то открыли, наверное. Хотя, не знаю, конечно. Ну, просто тут и звук, типа, задание выполнено. Что за тускарин... Тускарец я до сих пор понять не могу. И какие-то круги тут... Бежим. Круг силы перемест... Да блин, чё я сдох? Готов вкалывать. Ладно, ясно, понятно. Пошли. Эта древесина... Нужна нам. Всё. Эй, а куда моя тележка делась? Ты посмотри на этого говняка. Взял мою тележку, стерил. Ладно, тут ещё одна тележка должна быть. Блин, всё деревья вырубили, а? Конечно, тут же всё померкнуло. Поэтому не так быстро. А то сейчас копы там на помощи, на фарме этих несчастных работничков. Не понял, чё, лицепилка новых генерирует, что ли? Ой, какой фарм! Раньше не генерировал его. По-моему, я не генерировал. На базу союзников напали. Так. Ну, я и в 25 дерева ещё и не принёс даже до сих пор. Таким уроном, конечно, и дольше уничтожать придётся всё. Так, ну, мы получили ауру. Так, тележка на месте. Забираем награбленное добро. Правда, добра нету толком. Уже всё разграбили. Ну, ничего, сейчас пойдём к хэмптам. Там должно быть навалом дерево. И этот вонючий пенёк. Да блин, опять тележку просрал, а? Да. Так. Так, класс. Почему какая-то disabled иконка у ачистки? Сейчас выходы уничтожим. С него тоже куча дерева падает. Так, где там у нас... А, мы получили возможность спарировать. Тогда окей. Так, надо еще по властям пройтись. Я тут еще одно местечко знаю, если ничего не изменилось. Так, тележку я пока выброшу. Пускай она на базе сидит, лежит. Ай. Ой, я не в то место, по-моему, пошел. Все, сейчас я буду вот здесь стоять и дубасить эту лесопилку. Сейчас уж пришел. Надо это сделать. Уже стыбзили мою тележку. Здесь вон еще одна тележка. Короче, нам сюда. Рона уже у нас побольше. Убивать врагов стало проще. Почему сфера КД? Хотя мы по факту все равно можем ее кидать. Там стан по КД идет только. Так, оба. Секретный проходик. Я не помню, что было раньше. Ну ладно. Вот что я искал. Этих дамочек. Как бы были дамочки, теперь нет дамочек. Правда толку от этого немного. Каким чудом я с пилой ходил. И чуть не сдох потом. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так, так-так-так-так-так-так. Я что-то хотел, но что-то забыл. Ладно, не важно. Тележка Кто-то обронил её Короче, здесь босс Волк должен быть Вот он У него гигантский урон Мне интересно, выпадет ли с него Гора-дерево Или что-то ещё нам дадут Кстати, например, Бову неплохо Давать улучшение Волка своего Чтобы урон Ой, он мёртвый пытался запрыгнуть на меня Но не вышло Ну, короче, вроде как Я всё посмотрел Возможно, что-то упустил Что-то добавилось Недяной щит смысла не вижу Получать Древесины достаточно Отправляйтесь ремонтировать корабль В этот раз В этот раз добавили стрелочку Тогда писалось, что идите на запад Первые пару раз я пытался вдуплеть А куда именно на запад надо идти Теперь нам прям Вот так вот стрелку показывают И... всё Чиним кораблик Ну, конечно, после этого Сюда на острове прибывают людишки И от них тоже надо отбиваться Стараться Плюс, да, нашу лесопилку Тоже будут осаждать враги Поэтому помощь не помешает Немного починим Отойдём Опять Как бы Король Ходор Пытается защитить Но Долгий он не протянет в одиночку По идее Ой, блицки, блиц Что тут происходит? Всё, вам всем крындец Требесины забрасываются до нуля По второму кругу можно собрать Второй корабль, что ли? На базу союзников Так, ну, короче, мы им дали Фору Теперь надо вернуться И нашего короля Оберегать Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Да, оберегался, блин На базу союзников напали Так мы, конечно, долго чинить будем В прошлых версиях Нам ещё и Ходор помогал В починке На базу союзников напали Чую я, беда какая-то в лагере, на паутиннике надо будет пойти и защитить его. На базу союзников напали. Ой, да что жёстко. Всё время так много, а? Уже и костра не осталось, а не остался. Так, ладно. Возвращаемся, потом через несколько единичек опять... Блин, нет, король, живи! Блин, король сдох. Теперь они могут корабль атаковать. По идее. А раз смогут атаковать корабль, значит они могут его повредить и наш прогресс починки упадёт. Поэтому остается надеяться на то, что наши друзья-пионы смогут продержаться достаточно долго, чтобы... Чтобы мы смогли корабль починить. А базу союзников напали. Блин, нашли время, конечно, когда стучать. Блин, так-так, чё тут... Чё-то и башня ещё живая. О, неплохо держится тут. Так, ладно. Это так и будет. Надо продолжать чинить. Полагайте строить корабль, чего стоите. Весело. На базу союзников напали. Ладно. Помогаем. На базу союзников напали. У нас уже по прогрессу 85. Какие-то 30 секунд надо продержаться. Блин, я, конечно, жадно играю очень. Надо пойти и обратно проверить. На базу союзников напали. Блин. А нас напали. Может, зря так разрываюсь. Блин, у них всё тут в порядке, а? Зря я распинаюсь. Всё, пошли добьём уже этот корабль. На базу союзников напали. И дело будет сделано. И дело будет сделано. Ура! Победа! Ну вот и всё. Мы прошли новую версию Q-Mate Pion. Наверное, здесь не хватает финального синематика или что-то типа того, чтобы не просто победа была здесь. Думаю, это стоит допилить этот момент. А так, очень классно. Карта претерпела определённые весомые изменения. Стало играть сложнее. Балансы завезли, да. Теперь всё, не одной кнопкой делается. Это круто. Да. Играть можно. Ну, разумеется, как я и говорил в прошлом ролике, по этой же карте, она не реиграбельна всё ещё. Поэтому надо добавлять больше фишечек. Наверное, стоит сделать какие-то ивенты, которые в каждой игре по-разному проявляются как-то. Так что, вот так как-то. Ну, а в целом, понравилось мне. И это я, разумеется, рекомендую к игре. Кто ещё не играл, обязательно почупайте Q-Mate Pion. А с вами был Павел Первый. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе, оставляйте комментарии. Ещё увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok